Холодное лето средней полосы побуждает ивановцев выбирать заграничный отдых. Как следствие, очереди в управлении по вопросам миграции. За паспортами. В первой половине 2017-го здесь зафиксировано рекорд. В два с половиной раза больше заявлений, чем за весь прошлый год. Сотрудники принимают по 100-150 человек в день. А это сверх всякой нормы. Чтобы не стоять в очередях, ивановцам предлагают зарегистрироваться на портале госуслуги.ру. Там можно оформить паспорт старого и нового образца. Кому какой больше нравится. Десятилетний паспорт намного больше защищен, потому что он биометрический. Происходит верификация пальцев рук. Сроки десятилетний больше, чем пятилетний. И, конечно, для зоны шенгенских соглашений лучше, конечно, делать паспорт нового поколения. В принципе, сейчас очень многие ивановцы больше предпочитают паспорт нового поколения, чем старого. Если оформлять паспорт нового образца в управлении по вопросам миграции, прийти придется для фотографирования и снятия биометрических данных. Тем, кто оформляет загранпаспорт прошлого поколения, пятилетний, только чтобы получить документ на руки. Через портал, не выходя из дома, выправлять бумаги удобнее. Плюс в этом году тем, кто делает документы онлайн, положена скидка в 30% на госпошлину. По оформлению загранпаспортов уже обращается порядка 50% граждан в электронном виде. По остальным услугам, там, где оформляется внутренний паспорт, регистрация, не так широко пользуются граждане сайтом госуслуги, порядка 5%. Но хотелось бы, чтобы обращались чаще, потому что это и уменьшает количество людей, находящихся в очереди. Потому что им приходится всего один раз прийти только за готовым документом, ну и предоставить те документы, которые необходимо предоставить в живом виде. Семья Сенцовых документы подавала дома. Через портал получили талончик на время и пришли для фотографирования и подтверждения личности. У Марины двое детей. Стоять с ними в очередях было бы пыткой. Тут получилось быстро. Женщина даже удивилась. Очередь мы не стоим, пришли по времени. Ну и дома удобно. В удобном для меня время я села, детей спать уложила ночью. Все оформила, все заявки и все. То есть никуда не ехать с бумажками и так далее. По оплате опять-таки же экономия. То есть да, я за два паспорта могла заплатить. Три тысячи рублей заплатила, соответственно, две сто. Мелочь, а приятно. Через месяц Марина и ее сыновья получат паспорта на руки. И можно будет отправляться покорять за границу. Рассказывают, в сентябре хотят на море. Между тем, борьба с очередями в управлении по вопросам миграции продолжается. Осенью можно будет не только подавать документы на оформление заграничных паспортов в МФЦ, но там же их и получать. Соответствующее постановление уже вышло. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.